На прошлой лекции мы говорили о признаках логического мышления. Теперь поговорим о том, что такое критическое мышление. Критическое мышление — это умение рассуждать здраво, видеть правильные аргументы и делать выводы, которые будут наиболее точно соответствовать обстоятельствам. Критический человек всегда задает себе вопросы. Что я знаю? Что я узнал нового? Каким образом я могу применить то, что я знаю? Определением критического мышления может служить следующая фраза. Это целеустремленное, саморегулирующееся суждение, которое завершается интерпретацией, анализом, оценкой и интерактивностью, а также объяснение очевидных, концептуальных, методологических и контекстных соображений, на которых основывалось это суждение. Что характерно для критического мышления? Прежде всего, это использование логических суждений, о которых мы говорили с вами в прошлый раз. Это принятие согласованных между собой логических моделей. Также это принятие обоснованных решений, которые опокоятся на тех понятиях, которые критически оценены и выверены. Оценка мыслительного процесса или оценка хода рассуждения, который был положен до того, как мы пришли к каким-то выводам. Критическое мышление — это рациональное и рефлективное мышление, которое решает вопросы, чему верить и какие решения по этому поводу можно предпринять. В таком определении оно требует некоторой предосположенности и способности критически рассуждать и размышлять. Критическое мышление может работать на разных уровнях, но на каждом уровне мы видим, что оно не принимает на веру те факты, которые предлагаются, но вежливо сомневается в них, выражая здоровый скептицизм, и требует проверить, действительно ли эти факты связаны между собой и действительно ли они имели место. Поэтому критическому мышлению принадлежит такое качество, как сомнение. Действительно ли я прав? Насколько истинны те выводы, насколько истинны те факты, на которых я строю свои рассуждения? Кроме того, критическое мышление подразумевает собой обсуждение и диалог по тому или другому вопросу. В этом обсуждении очень важно внимание к тем аргументам, которые выдвигаются против вашей позиции, умение увидеть в них здравый смысл и принять для того, чтобы улучшить и усилить то, во что вы верите. Выделяют следующие характеристики критического мышления. Прежде всего, критическое мышление является самостоятельным. Мы не можем мыслить за других людей, и даже если мы принимаем их рассуждения за норму, мы все равно оцениваем то, насколько они соответствуют здравому смыслу и логике. В критическом мышлении информация является отправным пунктом, но не как конечным результатом наших рассуждений. Критическое мышление начинается с постановки вопроса и ищет ответа и решения на поставленный вопрос. Критическое мышление стремится к убедительной аргументации, чтобы доказать выдвинутый тезис. Критическое мышление есть мышление социальное, и для того, чтобы критически оценить свою позицию, необходимо взаимодействие между другими людьми, которые придерживаются той же или иногда противоположной позиции. Одна из основных черт критического мышления – непременное наличие трансцендентальной рефлексии, требующей от мыслящего субъекта самоотчета в том, для какой из функций сознания мышление используется, для ценностной ориентации, для познания или для поиска средств достижения цели. Критическое мышление, как уже было сказано, требует навыка рефлексии. Что это такое? Это навык оценки собственных действий. Почему я это делаю? На каких предпосылках основано мое рассуждение? И правильно ли позиция, которой я занимаю? Рефлексия подразумевает, что вы отдаёте отчёт в том, как проходит процесс рассуждения. И вы понимаете те предпосылки и начальные условия, на которых ваше рассуждение строится. Оно также включает в себя убеждение, что вы можете быть неправы, и готовность изменить свою позицию при наличии серьёзных и достоверных аргументов. В целом, критическому мышлению свойственна практическая ориентация, поэтому его можно рассматривать как практическое применение правил логики. Таким образом, критическое мышление — это то мышление, которое помогает нам взвесить аргументы, понять, из чего исходят предпосылки, и оценить правильность суждений, которые выдвинуты. Механизм критического мышления встречает в себя следующие элементы. Это постановка вопроса, выделение гипотезы, оценка предпосылок, обоснование аргументов, прогнозирование последствий и принятие решения или вывода по существующему вопросу. В последнее время произошли серьёзные изменения в понимании того, на что нацелено образование. Критическое мышление — это тот инструмент, который помогает проводить самостоятельные исследования, оценивать свой процесс познания и оценивать ту аргументацию, те примеры, которые приносятся из других источников из книжек или на лекциях. Инструмент критического мышления будет очень полезен при вашей самостоятельной работе с литературой и при выдвижении гипотез и также при защите вашей магистрской диссертации, когда вы сами будете ставить перед собой проблематику, когда вы будете искать пути её решения и аргументировать свою позицию в письменном виде. Инструмент критического мышления — это то, что мы можем развивать в процессе работы с литературой и в процессе формального образования. Относитесь к этому как к той задаче, к тому инструменту, который сильно поможет вам в дальнейшей педагогической, научной деятельности и также в вашем личностном росте. Успешной вам учёбы! Продолжение следует...